Всем привет! Это FreeStudio21.com. Я решила немного вернуться к теме условного наклонения, к структурам с I wish. И одна из, так сказать, граней этой темы I wish – это комбинация I wish и модального глагола would. Мы все знаем, что I wish – структура I wish – это, по сути, условие. И дальше у нас может быть два варианта. У нас, может быть, если действие касается, или мое желание, скажем так, касается прошедшего времени, то у меня будет ставить past perfect дальше. Если по-умному сказать, если кто хочет терминологию, то эта конструкция называется past subjunctive to. Это правильно, это так вот оно должно быть, потому что past perfect – это такое дело, это по-народному. past subjunctive to. Или же второй вариант, если у меня относится дело к настоящему времени, тогда у меня будет ставить past simple. Past simple. И это дело называется present subjunctive to. Ну, что делать? Такие умные слова. present subjunctive to. Это если речь идет о настоящем времени и если речь идет о прошедшем времени. Но, возможно, у кого-то возник вопрос. Ну, хорошо. Настоящее прошедшее время понятно, но есть же еще условия будущего времени. И можно ли после I wish поставить некую такую структуру, которая будет показывать мне не настоящее и не прошедшее, а именно будущее время. То есть, можно ли сделать с I wish выражение, касающееся будущего времени? Будущее время. Можно ли такое? И на первый взгляд, казалось бы, ну, явно для будущего времени мне не подходит. Не past simple, не past perfect. Это странно, как это. На самом деле, действительно, после I wish можно поставить выражение, которое будет показывать мне мое некое, ну, что ли, желание, ситуации в будущем времени. Ясное дело, что это желание будет нереальное. Ясно, что, скорее всего, этого не случится в будущем. Но, как бы то ни было, такая структура есть. И строится все достаточно просто. Мне нужно поставить I wish. I wish. Это мой первый блок будет. Дальше у меня будет модальный глагол would. Would. А далее у меня будет инфинитив. Инфинитив. И вот это вот все дело, вот эта группа, будет мне показывать, в первую очередь, то, что мое пожелание чего-то относится к будущему времени. Ну, вот давайте возьмем какой-то пример. Скажем такое. I wish. I wish. И, скажем, you would be here, вот так вот. You would be here tomorrow. Вот такое дело. Would be here tomorrow. Tomorrow. Вот так. Что я имею здесь? I wish. У меня в наявности. Вот оно. Дальше у меня там какое-то подлежащее стоит. Это уже такое дело. Дальше у меня would. Вот он. И дальше мой инфинитив. Вот он. Вот оно. Ну, это be. Ну, какая разница. Мне все равно. Мне лишь бы было. Ну, и явный намек на то, что это будет завтра, показывают у меня будущее время. Я специально его поставила, чтобы было все ясно. Вот таким образом. Это если я хочу высказать свое пожелание касательно будущего времени. Скорее всего, его там не будет завтра. И человек не придет завтра там, куда я хочу, но я вот высказываю свое пожелание. Кто мне запретит его высказать? Значит, первое. Я напишу, что это желаемая ситуация. Желаемое в будущем. То есть, желаемая ситуация в будущем, которая не факт, что состоится. Это вот именно то, что я сейчас написала немного выше. I wish you would come. Перепишем. Would come. Ну, я поставлю. Там было be, я поставлю come, но не суть важна. Come here tomorrow. Суть одна и та же. Но дело в том, что есть еще один прием, есть еще одна возможность использовать вот эту структуру. И это будут жалобы на действие. Жалобы или жалоба на действие. Обратите внимание, что именно на действие, а не на ситуации. Потому что на ситуации я не имею права так делать. Но когда я жалуюсь на то, что кто-то что-то делает такое, чего мне не нравится, я запросто могу поставить I wish you would stop doing this или что-то в этом духе. Скажем, такое предложение. Я специально возьму что-то длинное такое. I wish. Вот, допустим, почему бы тебе не сделать что-нибудь вместо того, чтобы сидеть и говорить только об этом. Ну, как-то так вот. I wish. I wish you would. You would. You would do something. Вот так вот. Instead of just talking. Вместо того, чтобы просто, как говорится, заниматься пустым трепом. Of just talking. Вот. Это классика жанра. Именно здесь. I wish. Вот мой I wish. Вот моё будь. И вот моё действие. Именно так эта структура и употребляется. То есть у неё, по большому счёту, два варианта употребления. Первое. Это если я что-то хочу пожелать, чтобы случилось в будущем. Но, скорее всего, это не случится. И вторая ситуация. Когда я жалуюсь на ситуацию, по большому счёту, в настоящем времени. Обратите внимание, что первый случай – это будущее. Будущее. А второй случай – это настоящее. Настоящее. Здесь нужно внимательно смотреть контекст предложения. Потому, что и так, и иначе I wish и I would не меняют своего внешнего вида, но может относиться к разным временам. Едем дальше. Что у нас ещё может быть? Следует помнить также, что I wish… Ну вот, давайте ещё одно предложение. Я сейчас напишу. I wish – это классическое, которое обычно приводится всегда во всех книгах. I wish it would stop raining. Вот как-то так. Жаль, что дождь не кончится или не кончается. То есть здесь я не так говорю о будущем времени, как жалуюсь на ситуацию сейчас. It would stop raining. Вот, пожалуйста, яркий образец нытья. Значит, здесь следует помнить, что может быть ситуация, когда мне очень захочется пожаловаться на, скажем так, состояние. То есть у меня может быть, допустим, такое. Я очень, скажем, ну я не знаю, я плохо себя чувствую, я устала, очень жаль, ну как плохо, что я устала там и так далее, и так далее. Ну вот, скажем такое, как плохо, я специально не говорю слово жаль, потому что жаль – это сразу ясно всё, что я так устала. Вот если у меня будет такое предложение, по идее это же жалоба, жалоба, да ещё какая. Но здесь, к сожалению, I wish плюс would употреблять нельзя. Почему? Дело в том, что у меня здесь не действие. У меня здесь состояние. Вот это вот дело – состояние. А когда у меня состояние, I wish с would употреблять нельзя. Почему? Не знаю. Но нельзя. В любом случае, это предложение у меня ни в коем случае не будет выглядеть вот так. I wish, I wouldn't, допустим, wouldn't be so tired. Вот такое. Нет, ни в коем случае. Вот так не говорите. Так не надо говорить. Как надо говорить? Надо будет сказать так. I wish, I were not. Здесь будет самый обычный presence of junctive. Were not tired или so tired. Почему? Потому что здесь нет процесса, здесь нет действия, здесь ничего не происходит. Здесь состояние. Вот оно. Поэтому would не допустим. Более того, возможно, кто-то скажет, ну хорошо, а если у меня это состояние как-то к будущему времени относится, что мне делать? Нет, друзья мои. Ваше состояние относится к настоящему времени, как правило. Это закон логики. Можете себя проверить, можете взять любую книгу, любой текст, посочинять сами предложения, проанализировать. У вас состояние будет относиться к настоящему времени. Вы можете жаловаться на ваше состояние только сейчас. Вы не можете жаловаться на состояние в будущем времени. Как вы знаете, что там будет в будущем с вами. С другой стороны, если у вас действие в настоящем времени, тогда ради бога, жалуйтесь сколько хотите. Вот ваш вариант, вот жалобы на действие. То есть следует помнить, что у меня I wish, I would может употребляться в значении будущего, пожелание в будущем. И это всегда правильно. И это может еще быть жалоба на настоящую ситуацию. Но нужно смотреть. Если это жалоба на действие, тогда да, тогда это would. Если это жалоба на состояние, тогда presence, subjunctive to. И ни в коем случае никаких would. Вот такое вот дело. Это достаточно щекотливая такая вещь. Обычно ее стараются избегать. Потому что, ну вот, сами видите, какое оно. Оно такое немножечко специфическое, что ли. В любом случае, я постараюсь сделать на это упражнение, дабы проиллюстрировать, как это wish, subjunctive употребляется. Когда его желательно ставить, когда его нежелательно ставить. И ссылку на упражнение поставлю в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok